добрый день на моем канале готовим с людмилой и сегодня девочки я вам решила показать чем отличается наше пельмени от грузинских хинкали или чем хинкали от пельменей тесто заводится что на пельмени что на хинкали одинаково и нужно там всего вот кружечка воды у меня 300 грамм для теста одно яйцо посолить по вкусу посолили тесто размешать чтобы разошлась водичка водичкой соль водички чтоб разошлась хорошо яйцо разболтали и замешиваем тесто но не очень совсем тугое но тугое тесто вот я тесто вымешаю и подключусь вам и покажу сколько у меня ушло на эти 300 грамм воды сколько у меня ушло муки какое получилось тесто я замесила тесто оно получилось конечно плотное такое туговатое сейчас я его отправляю в мешочек и холодильник но из часок оно должно у меня там полежать вот полежит она столь неподатливо в работе мы его еще подмесим желательно еще раз его отправить холодильник но я один раз посмотрим какие будут у нас точнее из него получаться а этим временем я буду готовить фарш фарш готовится для хинкали и для пельменей по-разному поэтому сначала мы будем из этого фарша делать пельмени а потом я скажу что нужно будет добавить для хинкали и так девочки фарш готовим дальше у меня свинина с говядиной фарш лучок отправляем сюда я его не очень сильно перемалывала чтобы он был такой сочный нужно посолить по вкусу все делайте как у вас солькой и перец у нас вот традиционная вот это ну добавляют кинзу кто что но у нас как-то вот дети вот это не любят мы стараемся же для семьи готовить поэтому замешиваем фарш для пельмешек надо чтобы он поплотнее был поэтому мы его подольше повымешиваем можно вот так его побить тогда он уплотняется делается такой плотненький пельмешки у нас маленькие поэтому мы чтобы они хорошо не мешали нашей лепки нужно фарш маленечко поплотненько сделать вот когда его вот так побьете побьете он будет очень плотный вот я сейчас его сделаю тесто у нас лежит в холодильнике уже готовая фарш приготовится все это постоит все это мучок войдет уже в миску перчик отдаст свои ароматы потом будем делать дальше сначала пельмешки немного сделаем а потом химка тесто полежало у меня в холодильнике для его приготовления я вам говорила скажу сколько уйдет грамм муки 700 грамм муки ушло сейчас она более податливая будет в работе и я сейчас вам покажу как мы делаем пельмешки раскатываем а ну прям эти как катается хорошо все стороны делаем ровненькие небольшие ну чтобы у нас тесто наше не засыхало всегда его нужно ложить мешочек чтобы нуждало очереди вот все вот так сделали без всяких заморочек безо всего это делается очень быстро раскатываем сочный потом делаем пельмешки поправили и защипели и вот так на пальчик раз смотрите какой красивый пельмешек получился и делаем пельмешки таким образом сейчас я переделаю эти пельмешки поставлю варить покажу времени сколько они варятся тесто податливое в работе хорошо слепляется у нас кипит вода на пельмешки мы также добавляем соль к у нас по вкусу кто как любит и и вот наши пельмешки сейчас мы сюда будем опускать кипящую воду нужно сразу их помешать по кругу мешаем чтобы они вот так закрутились не прилипали у нас к одну кастрюлечки они варятся очень быстро 3-4 минуты все пельмешки будут готовы первый признак того что сварились пельмени они вот смотрите как начинают морщиниться они сверху кожица у них морщиниться поэтому это говорит о том что пельмешки готовы и пошел такой хороший аромат готового мяса достаем наши пельмешки у нас их едят с кетчупом сейчас пока я вам готовлю показываю хинкали пельмешки подостынут и мы потом будем есть кастрюлька у меня побольше для хинкали эту сейчас мы уберем кастрюльку поставим чтобы вода закипала на хинкали потому что они крупненькие и пока вода закипает я их приготовлю покажу вам как это все для хинкали мы режем уже тесто побольше его делаем потому что они у нас крупненькие получаются так фарш нужно сюда подготовить налить водички прям холодной воды мы наливаем да я не принесла сейчас для хинкали фарш нужен жиденький мы добавляем прям воды сюда хорошо и размешиваем хорошо это мало водички еще добавляем видите какой фарш еще водички льем ну пока достаточно что делаем дальше раскатываем такие побольше ну вы поняли что делать раскатывайте побольше вот такие не толстенькие дальше я подключусь раскатаю сочни я подготовила для хинкали они вот такие получились вот давайте будем теперь делать их фарш вы видели сколько воды много сюда влела и постоянно перед тем как их его закладывать сочни нужно его подмешивать чтобы водичка равномерно туда ушла ну чтобы было удобно их лепить я беру всегда вот так тарелочку видите какая ложбиночка тут получается и сюда вложу миску положила и начинаем их защипывать вот такую плесюровочку делаем постепенно поднимаем поднимаем еще защипываем где-то если миску туда его подтрясли защипываем защипываем и получилась вот такая вот и потом мы это все потрясли и вот так делаем сделали чтобы все держалась крепко а а чтобы вот этот носик был аккуратный и хороший я ножницами всегда его вот так раз и подрезала видите какой он получился хорошенький но это у меня не крупные такие средненькие вода еще у нас не закипела сейчас как раз вот дело к закипанию наделаю будем варить я покажу дальше какие они у нас получается защипываем вот так тарелочку девочки очень удобно потому что фарш жидкий на ладошке будет плохо держаться сюда так вот все это за щипнули дошли до края и потом вот эту хорошо укрепляем укрепили и вот так отрезали вот это вот такие красивые получились сейчас я их переделаю вода закипит я буду бросать и вам подключусь вода у нас кипит для хинкади мы сейчас вот они у меня видите такие помешиваем чтобы они не прилипли у нас донышку вот они закипят они будут вариться конечно дольше чем пельмени потому что они покрупнее сварились наши пельмешки и наши хинкали пельмешки у нас мельче хинкали покрупнее чем они отличаются если хинкали едят руками а пельмешки вилкой берут вот за этот носик откусывают в этом месте а потом там водичка она течет и и выпивают здесь уже прорвался сейчас я вам покажу с другого вот смотрите сколько видите сколько там водички этот сок самый вкусный потому что они добавляют здесь различные специи какие им нравятся и получается вкусно эти вещи а вот этим они отличаются но мы будем готовить вам новое блюдо и показывать заходите на мой канал подписывайтесь ставьте лайки